Всем привет! Сегодня у меня второй скрининг, я приехала в свою больницу, вот она, походится через дорогу, в этой больнице родился и Эль, в этой больнице родится третий наш малыш, и мне она очень нравится, я вам ее сегодня покажу ближе. Моя больница называется Йонсесаранмуа, она находится далековато от дома, ехать на автобусе чуть больше часа с пересадкой, но я хожу именно сюда, так как директоры этой больницы хорошие знакомые нашей семьи. Сейчас я вам расскажу забавную историю. Когда я только прилетела в Корею рожать Эля и была на карантине, позвонил наш родственник, директор больницы, и сказал, что вот прилетела моя невестка из России, и скоро она придет на осмотр, позаботься о ней. Так вот, директор думал, что придет русская девушка по национальности, блондинка с голубыми глазами, но никак не ожидал увидеть азиатку. И обо мне он узнал, что я именно та родственница, о которой говорил его друг, только в день родов. И он классно ко мне относился, не зная, кто я. Он был добр всегда ко мне, поэтому мне он очень понравился как человек. И потом уже он узнал, что я та самая. Так как у меня сегодня второй скрининг, УЗИ мне будет делать другой специалист, но уже после УЗИ я пойду на осмотр к своему врачу. Перед каждым осмотром нужно обязательно измерить давление, на этой бумажке написать вес, и каждый раз боюсь, что меня будут ругать за большую прибавку. Малыш передает вам привет своими пальчиками маленькими. У меня сейчас уже 21 неделя, то есть половина беременности позади. Прибавка веси, я сейчас весу 59 400, заберенела я 53 килограмма. Прибавка уже 6 килограмм получается, а малыш 446 грамм весит всего. Ну, все в порядке, сказали. В следующий раз нужно будет прийти через месяц, на сроке 25 недель. Мне будут проверять сахар. Соответственно, я также у них получили лекарства от раствора, от каши. Я хочу показать вам крышу, здесь она открыта. Да я лежала в Черевоне, Центр восстановления послеродов, я часто сюда приходила, о, открыто, здорово, красота такая, столько воспоминаний здесь, те, кто на меня подписан давно в инстаграм, уже видели это место в моих сториз. Да, восьмой этаж больницы. Вот и прошла половина моей третьей беременности. У меня началась двадцать первая неделя, сейчас я вам покажу живот. Смотрите, какой он огромный. На самом деле я вначале думала, что возможно у меня двойня, а может быть даже тройня. Мне сказали по УЗИ, что у меня всего один малыш и что живот появился раньше, и это вполне естественно, так как беременность не первая. На самом деле эта беременность дается мне очень тяжело, ее не сравнить ни с первой, ни с второй беременностью. Не скажу, что с Кириллом у меня была легкая беременность. Я несколько раз лежала на сохранении, у меня на ранних сроках было несколько раз освоить пациенты. И весь первый триместр я провела в больнице. Но, слава богу, я родила здорового малыша, которому уже пять лет. Не верится, что он такой же взрослый. Через два года уже пойдет в школу. Ровно через три года после того, как я родила Кирилла, я забеременела Элли. Вторая беременность далась мне очень легко, не была активная. Много путешествовала, не сидела на одном месте. На сроке 32 недели я прилетела в Корею. И уже в Корее я здесь родила. Как раз таки в стенах этой больницы. Когда Элю не было еще и года, мы начали планировать третьего малыша. И вот когда Элю исполнился ровно годик, я как раз таки в этот момент забеременела. Я думала, что мой организм готов, что я готова. На самом деле это оказалось не так. Поэтому эта беременность дается мне тяжело, потому что я не была готова. Морально я была готова, физически нет. В первом триместре у меня был жуткий токсикоз, начиная с 8 по 12 неделю. Ни с Кириллом, ни с Элем, у меня такого не было. Поэтому я узнала на себе, что это за ужасное чувство. После того, как токсикоз пришел, я уже начала наслаждаться беременностью. И у меня началось воспаление кишечника. На протяжении недели у меня жутко болел живот. После еще какое-то время сидела на диете. Ела только каши. В основном супы нежирные. После воспаления кишечника у меня начался эшас. Это защемление седалищного нерва. Я на протяжении трех недель не могла вставать с кровати, ходить, сидеть без боли. Боль была 24 на 7. Как говорится, человек познается в беде. Муж буквально выхаживал меня. Он помогал мне вставать с кровати по утрам. Помогал мне дойти до туалета. Помогал мне расхаживаться. И он заботился не только обо мне, но и о детях. Вся забота о детях перешла на него. Так как я не только о детях, я о себе толком позаботиться не могла в тот момент. У меня даже в тот период были депрессивные мысли. Я очень не вошла в депрессию. И благодаря мужу, благодаря его поддержке, благодаря поддержке моей семьи, благодаря поддержке его семьи, я не впала в депрессию окончательно. У меня были мысли такие, как я обуза для своей семьи. Было бы лучше, если бы меня не было. Вот такие вот мысли меня посещали ужасные. Все эти три недели я жила реально в аду. И думала, молилась бы поскорее, чтобы это прошло. И наконец-таки шанс прошел. У меня начались проблемы с зубами. Мне удалили два зуба мудрости. И вот после того, как мне удалили зубы мудрости, они у меня еще до конца, до сих пор не заросли, эти дырки. Я проспела сильно. Как вы слышите по голосу, голос у меня еще не восстановился. У меня был целых 10 дней жуткий кашель. У меня до сих пор есть. Но мне становится уже лучше. Я этому рада. Несмотря на все это, что у меня было, что сейчас, я настроена позитивно. Я верю, что вторая половина беременности у меня пройдет легко. Родится здоровый малыш. Мне даже сегодня мой врач сказал, что хоть и беременность тебе это дается нелегко, но малыш растет здоровый. Мы, кстати, уже знаем, что нужен пол малыша. Но пока вам не скажем. Потерпите, пожалуйста, еще немножко. Я кое-что заказала. И хочу снять красивое видео для вас специально. Я это подготовила. Так что прождите еще немножко. Думаю, с выступлением цитиня Сакуры вы узнаете пол малыша. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока.